антон чехов наивный леший в лесу на берегу речки которую день и ночь сторожит высокий камыш стоял в одно прекрасное утро молодой симпатичный леший возле него на травке сидела русалочка молоденькая и такая хорошенькая что зная ее точный адрес бросил бы все и литературу и жену и науки и полетел бы к ней русалочка была нахмурена и сердито теребила зеленую травку я прошу вас понять меня говорил леший заикаясь и конфузливо мигая глазами если вы поймете то не будете так строги позвольте мне объяснить вам все самого начала 20 лет тому назад на этом самом месте когда я просил у вас руки вы сказали что только в таком случае выйдете за меня замуж если у меня не будет глупого выражения лица а для этого вы посоветовали мне отправиться к людям и поучиться у них уму-разуму я как вам известно послушал вас и отправился к людям отлично придя к ним я прежде всего справился какие есть специальности и ремесла один правовец сказал мне что самая лучшая и безвредная специальность это лежать на диване задрав вверх ноги и плевать в потолок но я честный глупый леший не поверил ему прежде всего я попал по протекции почмейстеры ужасная машер должность письма обывателей до того скучны что просто тошно делается но зачем же вы их читали если они скучны так принято да и к тому же нельзя без этого письма разные бывают иной подписывается поручик такой-то а под этим поручиком лосаля понимать надо или спинозу ну-с потом поступил я по протекции в брандмейстеры тоже ужасная должность то и дело пожар сядешь бывало обедать или винт играть пожар ляжешь спать пожар а изволь-ка тут ехать на пожар если еще из естественной истории известно что казенных лошадей нельзя кормить овцом раз я велел накормить лошадей овцом и что же вы думаете ревизор так удивился что мне даже совестно стало бросил есть машер на земле люди которые смотрят за тем чтобы у ближних головах и карманах ничего лишнего не было от брандмейстера к этой должности рукой подать я поступил вся моя служба на первых порах состояла в том что я принимал от людей благодарности сначала мне это ужасно нравилось в наш практический век такие чувства как благодарность могут не нравиться только камню и должны быть поощряемы но потом я совсем разочаровался люди ужасно испорчены они благодарят купонами 1889 года и даже пускают вход фальшивые купоны и к тому же благодарят а у самих глазах никаких приятных чувств не выражается пошло от такой должности к педагоге рукой подать поступил я в педагоге сначала мне повезло и даже директор несколько раз не руку пожимал ему ужасно нравилось моё глупое лицо но увы прочел я однажды в вестнике европы статью о вреде лесоистрибления и почувствовал угрызение совести мне и ранее откровенно говоря было жать жаль употреблять нашу милую зеленую березу для таких низменных целей как педагогия выразил я директору свои сомнения и мое глупое выражение лица было сочтено за подложное я фить потом поступил я в доктора сначала мне повезло дифтерит и знаете ли тифы хотя и не увеличивал процента смертности но все-таки был замечен в повышение меня назначили врачом московский воспитательный дом здесь кроме рецептов и посещения палат с меня потребовали реверансов книг сынов и умение с достоинством ездить на запятках старший доктор соловьев тот самый что в одессе на съезде себя на империи их чувствовал требовал даже от меня чтобы я делал ему глазки когда я сказал что реверансы и глазки не преподаются на медицинском факультете меня сочли за вольнодумца и не помнящего родства после неудачного докторства занялся коммерцией открыл булочную стал булки печь но машер на земле так много насекомых что просто ужас какой калач не взломай во всяком таракан или мокрица сидит ах полно вам чепуху пороть воскликнула русалочка выйди из терпения какой черт просил вас дурака этакого поступать бронгмейстер и булки печь неужели вы скотина вы такая не могли на земле найти что-нибудь по умнее и возвышение разве у людей нет наук литературы я знаете ли хотел поступить в университет да мне один акцизный сказал что там все беспорядки был я и литератором черти понесли меня в эту литературу писал я хорошо и даже надежды подавал но машер в кутузках так холодно и так много клопов что даже при воспоминании пахнет в воздухе клопами а литературу я и кончил больницы помер литературный фонд похоронил меня на свой счет репортеры на 10 рублей на моих похоронах водки выпили дорогая моя не посылайте меня вторично к людям уверяю вас что я не вынесу этого испытания это ужасно не жаль вас но вы поглядитесь вы в реку ваше лицо стало глупее прежнего нет ступайте опять займитесь науками искусствами путешествуйте наконец не хотите этого ну так ступайте и последуйте тому совету который дал вам правовед леший начал умолять чего уже только не говорил чтобы избавиться от неприятностей поездки он сказал что у него нет паспорта что он на замечание что при теперешнем курсе тяжело совершать какие бы то ни было поездки но ничего не помогало русалочка настояла на своем и леший опять среди людей он теперь служит дослужился уже до статского советника но выражение его лица нисколько не изменилось оно по-прежнему глупое